шаббат шалом шаббат шалом шаббат 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 шалом так надеюсь мои уже подключились или здесь или здесь вот благоставляю всех вас во имя господня благоставляю все кто подключается сейчас благоставляю свою семью сейчас в начале этого субботнего дня благоставляю свою дорогую супругу инну сергеевну наших детишек шестерых всех каких нам бог подарил вот слава богу бог нам дал родить троих мальчиков троих девочек очень прекрасная традиция такая старая добрая еврейская традиция в начале шаббата благоставлять дома благоставлять на жен благоставлять детей своих внуков у меня пока один внук растет внука благоставляю своего во имя христа иисуса благоставляю до 2 свечи и я уже пою вот а 2 свечи еще как знак того что когда бог всевышний он давал заповеди он высказался так двояко ну точнее высказал то высказался то он однозначно но в нашем человеческом мире это очень очень многозначно как примеру вот там кстати вот это вячеслав вспомнил синагогу на подоле я заезжал туда и попадал на занятия очень интересные по ивриту и там один аребе как раз очень интересно говорил вот о силе именно как раз иврита божьего языка знаете ли особенного языка сегодня в наш век технологий век компьютеризации знаете ли ученые просто ахают и охают действительно этот язык иврит еврейский язык он ни с чем не сравним это прото язык это вообще-то как бы действительно глубина и удивительное значение каждое буква иврита имеет цифровое значение вот и когда в компьютеры через компьютеры пересматривали вот собственно текст торы то просто ученые ахнули потому что увидели древний и супер современный код который мог создать только супер разум потому что даже современные ученые современными технологиями просто снимать шляпу как говорится значит и признаются расписываются в собственно еще как бы некомпетентности расшифровка этого кода торы удивительно конечно и многие слова допустим вот пример как иллюстрация тоже там звучало на уроке на одном из уроков звучало тоже один ребе говорил что значит слова многие иврита имеют на современном русском языке но он из наших русских евреев он говорил на русском вот значит там был приезжий еще ребе значит ивриты говорящий да но он по-русски очень плохо говорил а это наш русский еврей был раввин вот и он говорил рассказывал что да вот на современном русском языке до 70 значений многие слова ивриты имеют вот и это конечно очень очень удивительно вот и вот бог говорит однажды а это слышится в веках и раскрывается в веках и вот даже даже иврит казалось бы да древний этот иврит язык библейский язык даже он как бы по-разному раскрывает вот эти слова бога живые слова бога и когда бог говорит о субботе о шаббате то а ведь изначально господь творил весь мир шесть дней и седьмой почил и первый шаббат он провел с человечеством со всем человеческим родом хотя весь человеческий род был как говорится ты да я да мы с тобой адам и ева муж и жена да это наши пращуры про 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 много раз про родители наши вот так вот и тот первый шаббат бог провел и когда бог давал заповеди уже ну то есть де-факто шаббат всегда был самого начала человечества собственно человек был сотворен в шестой день а уже седьмой день следующий уже шаббат был поэтому человек сотворенным был последним в этой череде творений этого тварного мира и первое что человек узнал будучи сотворенным да отец да бог мой и царь и шаббат на этой земле удивительной которая была вся уже сотворена вот да и поэтому когда бог говорил да юре то есть де-факто заповедь о шаббате было всегда даже заповедь само слово даже порой пугающе звучит на русском языке именно благодать это шаббата это чтобы было понятнее сказать еще как можно это чудо шаббата субботу из господнего дня оно было всегда самого первого вот того седьмого дня то того шаббата когда наши прародители провели его вместе с богом вот и де-факто это было всегда но до юре именно заповедью до юра до юридически это стало в 20 главе книги исход мы читаем да книга исход это были события 3330 лет недавности потому что исход наш из царства тьмы из царства египетского произошел да согласно писанию согласно библии произошел 3330 лет тому назад еще три года пройдет и у нас будет очень интересно такое красивая такая будет дата 3 будет у нас три тысячи триста тридцати трехлетие но пока у нас вот три тысячи триста тридцать лет прошло со времени великого исхода из арабства нашего нашу свободу уже и благодарю бога всемогущего за это чудо и вот когда заповедь о шаббате была провозглашена как и другие заповеди все как бы они были ну само собой разумеющимся нечто но стали заповедью и вот интересно очень интересно получается когда бог говорит это слышно было и как помни и соблюдай вот мы зажигаем две свечи как бы в знак вот этого такого двойного откровения две главных причины почему мы шаббат празднуем собственно из библии из писания первая причина что бог сотворил весь этот мир видимый невидимый что бог сотворил весь этот тварный мир вот это физический мир временное измерение вот это все в том в чем мы живем бог сотворил все это совершил это все аллилуйя слава ему вот а вторая причина то что он вывел нас из земли египетской потому что господь всемогущий он говорил что да ибо он вывел нас и земли египетской из дома рабства вот так вот друзья слава богу алекс пишет вопрос созрел если верующие уже прощены то зачем тогда иисус сказал что оставляет власть вязать и решить вот но давайте это вопрос оставим тогда уже на потом брат дорогой тема очень интересная но немного хотя ошибать не тоже в общем то вот но именно потому что прощены потому что полностью мы искуплены именно поэтому собственно и бог нам дал вот эту власть вязать решить потому что если мы были бы не искуплены то мы не могли бы нести эту свободу это искупление освобождение другим людям собственно это все взаимосвязано да но более подробно конечно я об этом рассказываю в семинарах их в проповеди в беседах об этом говорю слава богу так что да дорогие дорогие друзья братья и сестры благословляю всех вас так или можно чуть-чуть отодвинуть здесь меня так получается вроде так получается да да слава богу так где у нас кто подключился до поэтому да друзья мои главные причины две празднования шаббата конечно их много много и других причин особенно в наш век скоростей как говорится века информатики век стрессов всевозможных то сегодня ученые даже как бы даже не верующие далеки от религии признаю что действительно цикл цикличность удивительная конечно чисто по-человечески проще было бы там девять дней допустим работать и десятый выходной ну как бы или пять дней там ну а почему именно шесть дней и седьмой день покоя это единственно с чем это связано это сотворением этого мира слава богу аллилуйя да и в начале самом шаббата вот я наливаю себе плод виноградной лозы беру халу все у нас по порядку сегодня можно бокал наполнять уж полный обычно так не так скромничаю но сегодня шаббат сегодня каждый человек даже даже если он беден он должен быть как богач спасибо тебе господь многие евреи я знаю на протяжении недели экономит и в общем то порой там посты берут значит определенные ну допустим вторник четверг да допустим как правило вот значит и откладывают все значит и вот но уже на шаббат уже все это уже святое это действительно да когда мы с господом проводим время особенное время проводим слава богу и у нас это кто подключался начали видели да вот две халы ну по-русски плетенка когда они как бы и выглядят так переплетенные а почему 2 почему 2 на шаббат мы берем вот потому что когда бог творил весь этот мир да насчет то люди отдельно ангела отдельно она когда бог выводил нас из египта то мы ели хлеб ангельский и воспоминания об этом мы берем вот такой хлеб переплетенный очень интересно много что переплетено в писании нам много что рассказывается вообще удивительно но самая одна из самых удивительных историй библии когда хлеб ангельский ел человек смертный человек правда он уже человек 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 уже как бы с таким элементом обновления потому что даже все были исцелены во первых а то в таком присутствии бога всемогущего вот и ноги не пухли хотя пожаре походи по пустыне вот ноги не пухли одежда не бит не решали в этом в этой атмосфере присутствие всемогущего бога а хлеб выпадал каждый день ну кроме субботы а в пятницу выпадала двойная норма двойная порция в честь этой двойной порции с добавкой еще субботней добавкой вот мы берем две халы и благодарим бога за чудо и спасибо господу за все беру халы кусочек и беру плод виноградной лозы который символ является символом обеспечения и благословения процветания благословен бог наш царь вселенной давши нам хлеб из земли аминь вкусный хлеб вкусная халы благословен бог наш царь вселенной давши нам плод виноградной лозы аминь шаббат шалом друзья шаббат шалом шаббат шалом семья шаббат шалом все друзья братья сестры кто подключился сейчас шаббат шалом споем вместе давайте шаббат шалом шаббат шалом шаббат 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 шалом шаббат шалом шаббат шалом шаббат шаббат шалом шаббат шаббат шалом 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 шаббат шал Шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. О, Давину, Хай. Наш Авину, Отец, Отец, наш Отец живой. О, Давину, Хай. О, Давину, Хай. О, Давину, Хай. Народ Израиля жив, потому что наш Отец жив. Наш народ живой, потому что наш Бог живой. Он от Авину, Хай, от Авину, Хай, от Авину, от Авину, от Авину, Хай, Ам Израил, Хай, Ам Израил, Хай, Ам Израил, Ам Израил, Ам Израил, Хай, Хай. Эй, Вену, шалом, алейхем. Я всем вам желаю мира. Эй, Вену, шалом, алейхем. Эй, Вену, шалом, шалом, алейхем. Эй, Вену, шалом, алейхем. Благословляем мир тебе, град Иерусалим. Благословляем столицу Израиля, возрожденного еврейского государства, город Иерусалим, город Иерусалим. Шалом, шалом, алейхем. Шалу, шалом, алейхем. Шалом, шалом, Иерусалим. Мир тебе, Господний, град Иерусалим. Шаббат, шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Аллилуйя. Шаббат, шалом, друзья. Шаббат, шалом, семья. Шаббат, шалом, все, братья, сестры, возлюбленные. Аллилуйя. Входим в Божий покой. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Под небом голубым Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой А в городе том сад Все травы да цветы Гуляют там животные Невиданной красы Одно, как рыжий Огнегривый лев Другое, вол Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор Незабываемый Аллилуйя. А в небе голубом Горит одна звезда Она твоя, о, ангел мой Она твоя всегда Кто любит, тот любит Кто светел, тот и свят Пускай ведет тебя Звезда Дорогой в дивный сад Тебя там встретит Огнегривый лев И синий вол Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор Незабываемый Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь За твой небесный святой Иерусалим Твой Иерусалим Твой Иерусалим Сходящий с неба Аллилуйя Благодарю тебя за жизнь Вечную и бесконечную Благодарю тебя, Господь За жизнь счастливую Пресчастливую Жизнь в царстве Твоем, Господь В Твоем царстве, государстве Боже, слава Тебе Слава Тебе и хвала Благодать Твоя с нами Благодать Твоя умножается Господь, спасибо Тебе, Боже, за все Благоставляю моих братьев Сестер во имя Господня Во имя Иисуса Христа Благоставляю с благословением Священническим Благословением Аароновым Благословением Каэнов Благословением Аароновым Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Бешем и Ищуа Гамашиах Амин Да, истина, да будет так Аминь И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца Общение Святаго Духа Пребудет со всеми нами Аминь Аминь, аминь, аминь Благословляю всех вас Приветствую всех вас Шаббат, шалом Друзья Из города Киева С нашей Киевской архипископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Мир всем вам Братья и сестры Аллилуйя Благословляю всех вас Дорогие друзья До встречи И на земле И в эфире Вечном И И временном этом эфире В прямых трансляциях И в эфире Вечном С Богом Благословляю Шалом Шалом Вячеславу Вашему дому Шалом Шалом всем Святым Радоваться И еще говорю Радоваться Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат 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 Шалом